В одном из районов Дагестана пости атару помогает львица. Под ее контролем около 600 овец. И, как говорят местные жители, Машка успешно справляется с обязанностями стражевой собаки. Но что будет, когда львица вырастет? Подробности в репортаже Гусейна Гусейнова. Дикий рык африканского хищника вместо привычного лая собак. Это не тропики или саванна. Пастбище на юге Дагестана. Вместе с пастухом за атарой овец следит львица. Мы часто уходим с Машкой в пасты, она спокойно себя ведет. Иногда ловит, играется с ними. Все команды выполняет. А какие? На место скажет, на место пойдет она. Или ко мне, пошли со мной, она идет. Хищница с ласковым именем Машка из Хивского района Дагестана – всеобщая любимица. Вся ферма, да и округа только и говорят о ней. Появился здесь грозный зверь полгода назад. Подарок от друга, признается фермер, у которого свой мини-зоопарк. Поначалу не знали, что делать с диковинным зверем, но потом решили обучить полезному делу. Первые дни его держали дома, прямо как котенка. Приучилось уже. Потом дальше его мы загнали к ягнятам. По два-три часа мы его с атаром выводим на пастбище, да. И он как бы стрижет, охраняет их. Львица заменяет пастуху сторожевую собаку. Несмотря на дикий нрав и инстинкты, пока с этой ролью она справляется хорошо. С Машкой легче. Почему? Машка послушная, чем собака. Ну вот вы сказали. С собакой может быть в жаркое время уходить домой. А Машка нет. Как и полагается, настоящему хищнику, затаившись в траве, она готовится к решающему броску. Но для нее это пока только игра. Пастухи уверяют, за все время, что Машка заменяет им сторожевую собаку, из стада не пропал ни один баран. Питается она исключительно говядиной. Около двух килограммов мяса в день. Как говорят фермеры, если хочешь поближе познакомиться с Машкой, главное не делать резких движений и не издавать громких звуков. Сейчас попробую первый раз в жизни погладить настоящую львицу. Маша, Маша, Машка, Машка, Маша. Оп, кусает, ну не сильно, правда, но все равно немного страшно, когда на тебя набрасывается, пусть и небольшой, но все-таки хищник. Впереди у Байрамбека Рагимова большие планы. Будет полноценный зоопарк, чтобы посетители удивились теми животными, которые у нас близко нет в Дагестане. Именно завезем вот таких тигры, львы, пума, гепард, лепард. Семимесячная Машка по меркам своих сородичей еще детеныш. Но инстинкты хищника могут проснуться в любое время. На этот случай Байрамбек Рагимов уже подготовился. Он построил для нее просторный вольер. Ну а пока зверь пользуется полной свободой. Гусейн Гусейн, Вальберт Магомедов и Руслан Ахмедов. Первый канал. Дагестан.